Давай, у нас снова запись идет. Всем привет! Мы снова в Киеве, мы на Сускапе, мы в мае, скоро в лето. В общем, все хорошо, замечательно. И берем мы интервью у замечательного игрока, позитивного. Очень вы его отлично знаете, даже представляться не надо. Я этого делать не буду, просто задам первый вопрос. Ну, как твои дела на этом турнире, вот на данный момент? Ну, атмосфера хорошая, много знакомых, много игроков хороших. То есть, если судить о всем турнире, о всем масштабе, я думаю, что турнир удался. Потому что собрали именно топовых игроков, именно тех, кто раньше не приезжал. Так что думаю, что в этом плане все удалось. Как для тебя сегодня завершился Асус? Расскажи. Ну, я вот недавно проиграл Happy 2-0, сингл-аниминацион в первом раунде плей-оффа. Немножко расстроен, но не всегда удается выигрывать, не всегда удается показать то, что хочешь. Он сильнее пока что на сегодняшний день, именно сегодня. Прошел дальше, надеюсь, что дальше пройдет. Все-таки я соклановец, буду болеть за него. Вот несколько месяцев назад Happy еще говорил, что он не будет нигде участвовать, пока не почувствует в себе вот скилл какой-то там, не будет уверен. Как ты думаешь, на данный момент можно говорить, что он уже состоялся как StarCraft 2 игрок? Ты вот как бывший варкрафтер, а бывшем варкрафтере. Ну, если он не будет бросать это дело и дальше продолжать так усердно тренироваться, я думаю, что, конечно, получится. Он уже какой-то уровень набрал. Может, этого уровня не хватает, чтобы выигрывать какие-то большие европейские турниры. Но чтобы участвовать на таких турнирах и Асус, и показывать хорошие результаты, я думаю, что пока что хватает. И с временем, я думаю, все будет лучше и лучше прогрессировать. А вот у тебя недавний результат. Топ-2 на международном турнире Копенгаген Геймс, да? Как удалось вообще? Вот давай вернемся в эту тему. Было здорово за тобой наблюдать, болеть. Ну да, я доволен, в принципе, этим турниром. Хотя, если смотреть по составу, были грозные игроки, но половина из них как-то повылетали очень рано. И если посмотреть сетку плей-офф, никаких там трудностей почти не было. Все давалось очень легко, как-то на удивление очень легко. И когда я был уже в финале, это было как миссия уже выполнена, и уже не было ни желания ничего играть. Я был очень доволен вторым местом. И думаю, что это пошло мне очень в пользу, потому что очень большой опыт. Все-таки турнир был на очень хорошем уровне. Еще не только одна дисциплина, то есть был масштаб такой. Так что, думаю, было все отлично. Сегодня у нас первый LAN, такой по StarCraft 2, на нашем родном турнире крупнейшем в СНГ. Какие, может быть, организаторам такие заметки, пожелания по итогам сегодняшнего турнира на будущее? Ну, наверное, более все так качественно организировать, потому что, как видим, что были такие нюансы, где даже сами организаторы не знали, что в какое время, что делать с сеткой, что делать именно с участниками, что делать в некоторых спорных ситуациях. То есть на таком уровне еще не было того человека, который бы смог решать такие проблемы. Админы, в принципе, были, были админы, но как-то все было очень медленно, было очень слабо. Я думаю, что в этом плане еще было бы попроще. А так, я не знаю, что еще такому турниру надо. В принципе, главное, что он состоялся. А систему проведения, вот, некоторые говорят спорные, некоторые говорят самое то. Потому что я чувствую, что на ВЦГ все-таки будет, скорее всего, что-то подобное по системе проведения. Что ты думаешь? Надеюсь, что нет, потому что сингл элиминейшн и в группах БО-1 это был жестокий рендом. То есть там было настолько страшно проиграть. Тот же браток вылетел из группы, только из БО-1. Так что я надеюсь, что будет все-таки в группах БО-3 и будет дабл элиминейшн на ВЦГ. Потому что не хочется на таких уже крупных турнирах, чтобы все зависело от какой-то лотереи. Так что я очень огорчился был, когда узнал, что будет сингл. Потому что на всех Асусах все прошлые годы был полный дабл. Нам сказали, что времени не хватает, надо побыстрее закончить дисциплину, потому что ждет уже следующее. Поэтому сделали как бы на скорую руку и как получилось, так и есть. Что собираешься делать в остаток дня? Все-таки сегодня такой знаменательный день, расскажи нам. Да, сегодня день города в Киеве, 28 число. Много шоу, много фестивалей проводится. Но пока что мне главное отыграть за 5-8, потом я свободен. Наверное, пойду на вокзал, посмотрю, что с билетами. Мне хочется все-таки ночевать здесь. Я тебе подскажу, что делать. Да? Отлично. Ну и потом, наверное, когда закажу билет себе где-то на поздний вечер, пойду еще погуляю по центру, посмотрю, как оформлено все-таки мероприятие. Я думаю, что Киев это тот город, который может себе позволить хорошо сделать такие концерты. Так что будет интересно. На каком следующем ивенте мы тебя увидим? Если получится сделать визу за 3 недели, наверное, Дримхак 20 числа. Я вот только 1 числа начну подавать документы, а там уже жду приговора. Ну и как по традиции, в заключении, все слова тебе. Спасибо всем, кто за меня болеет, всем, кто читает новости на Good Game и пишет хорошие комментарии. Всем вам огромное спасибо. Продолжайте в том же духе. Игроки только рады из этих всех. И это им дает все больше и больше мотивации выступать дальше. Конечно, спасибо моим спонсорам, которые меня поддерживают, команде Empire. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok